Итак, заболеваемость злокачественными образованиями в России, как и во всем мире, непрерывно растет, и мы уже за прошедший 2019 год видим статистику в виде новых выявленных случаев более 640 тысяч по нашей стране. Основной объем контингента наблюдаемых пациентов, всех формируемых пациентов с онкологическими заболеваниями, это пациенты из определенных групп, это злокачественные образования молочной железы, тела матки, ободочной кишки, предстательной железы и в том числе щитовидной железы. Это почти 6% из всех наблюдаемых пациентов. Что касается конкретно распространенности рака щитовидной железы, в предыдущем докладе Узамера Ахмедовна мы видели распространенность мировую, а в Российской Федерации, посмотрите, у нас распространенность, это 120 случаев на 1000 населения. То есть таким образом, в том регионе, в котором вы проживаете, вы примерно можете прогнозировать, какое количество пациентов с раком щитовидной железы предположительно может проживать в данном регионе. И всего у нас в прошлом году по данным отчета, под редакцией Академика Каплина, в 2019 году зарегистрировано 12 700 случаев впервые зарегистрированного рака щитовидной железы. Это много, если раскинуть на все клинические учреждения, а всего на учете состоит практически в 14 раз больше, посмотреть, это 176 тысяч, почти 177 тысяч. Причем пул этих пациентов ежегодно накапливается, потому что пациенты выявляются на ранних стадиях, они хорошо и качественно оперируются, у нас стала доступна лучевая терапия, поэтому пациентов растет с каждым годом все больше и больше с раком щитовидной железы, и в конечном итоге во что это нам выливается. Из доступного лечения, безусловно, здесь у нас как бы сведения взяты из того же отчета за 2019 год, вот мы с вами видим, что большая часть пациентов, которые выявляются с раком щитовидной железы, получают только оперативное лечение. И на примере северо-западного федерального округа мы вам показываем о том, что всего небольшая группа, от 4 до 17% получают комбинированное лечение вместе с лучевой терапией. Мы понимаем, что дистанционная лучевая терапия – это не основной метод лечения, но тем не менее не надо забывать о том, что в нашей стране стала доступна радио-терапия достаточно активно. Смотрите, какое большое количество центров в недавнее время открылось в нашей стране, и для пациентов уже доступна помощь близко к региону их проживания. Это и три лечебных учреждения в Москве. Это Калужская область, и известный центр, самый первый, который начал работать в нашей стране, это Вобнинске. И это онкодиспансер в Казани, в Челябинске, в Екатеринбурге, в Тюмени, в Красноярске, ну и, наконец, в Архангельске, куда в основном пациенты северо-западного федерального округа едут. Но из остальных группов тоже у нас бывают пациенты. Кому показана радио-терапия? Ну, радио-терапию нужно назначить пациентам, у которых явно выявлен остаток периодной ткани нормальный. Если мы с вами выявили уже метастазы интероперационные, то есть адювантная радио-терапия для удаления метрометастазов и радио-терапия отдаленных метастазов. Какие у нас есть основные клинические рекомендации, на которые мы опираемся? Это, безусловно, клинические рекомендации, которые дали нам основу для ранжирования пациентов по группам риска. Это рекомендации Американской терадиологической ассоциации 2015 года. Они работают до сих пор, и именно на основе вот этого ранжирования пациентов по группам риска созданы наши клинические рекомендации Министерства здравоохранения Российской Федерации, ну и регулярно обновляемые рекомендации НССН. Вторая версия 2020 года на сегодняшний момент активно используется. Каким же образом мы пациентов стадируем? Ранжируем по группам низко. Пациенты группы низкого риска – это пациенты без локорегионарных или отдаленных метастазов. Это пациенты, у которых удалена макроскопически вся опухолевая ткань. Это пациенты, у которых интероперационно отсутствует экстратиреоидная инвазия. Если вы делаете гистологическое обследование, это отсутствует сосудистая инвазия. Не агрессивный гистологический вариант. Отсутствуют метастатические очаги по данным первой синтеграфии со 131 йодом. Отсутствует или есть небольшое количество микрометастазов в лимфатических узлах, не более 2 мм в наибольшем измерении. Это интероперационно-высоко дифференцированный коллекулярный рак щитовидной железы с капсулярной инвазией и без минимальной сосудистой инвазии или с минимальной сосудистой инвазией. Это интероперационно-капиллярная микрокарцинома, независимо от мутации брак в поличии. Что же таким пациентам предлагается с группой низкого риска? Здесь возможны различные хирургические подходы. Вы можете выбрать этальную тиреодиктомию или гемитиреодиктомию. Тщательное наблюдение этим пациентам. Рекомендуемый целевой диапазон, так называемая мягкая супрессия. В редких случаях показано проведение абляции радиоактивным йодом. Как правило, это небольшие активности лечебных доз радиоактивного йода у пациентов с явно выявленным периодным остатком. Пациенты промежуточного риска – это всегда сомнительная группа, потому что хирурги, которые прооперировали, гистологи, которые посмотрели послеоперационный материал, они показываются перед выбором, поскольку части пациентов показана радиотерапия, а часть пациентов можно какое-то время наблюдать и отложить решение этого вопроса на более отдаленный срок. Итак, давайте разберемся, что относится к пациентам из группы промежуточного риска. Во-первых, это все пациенты с агрессивным гистологическим вариантом. Это или толцелл вариант, или столбчатоклеточный вариант папиллярного рака. Это папиллярный рак с энтротиреоидный, менее 4 см, при наличии мутации БРАП. Это пациенты, у которых более 5 метастатических лимфоузлов, и в небольшом измерении, правда, это небольшие лимфоузлы. Это микроскопическая экстротиреоидная инвазия, это папиллярный рак с сосудистой инвазией, это мультифокально-папиллярная микрокарцинома с микроскопической экстротиреоидной инвазией и мутации БРАП. И наличие метастатических очагов на шее, которые накапливают радиоактивный йод по данным 1-й синтепатии с йодом 131. То есть пациент может быть перестадирован и определен в группу промежуточного риска уже после проведения радиоотабляции. Таким пациентам, как правило, проводится тотальная тиреоидоктомия, и сразу же после оперативного лечения, либо чуть позже, определяется решение о проведении либо в небольших активностях радиоотабляции, либо проведении уже большими активностями радиооттерапии. Целевой диапазон здесь тоже в мягкую супрессию укладывается 0,1-0,5 ТТГ. Далее. Пациенты группы высокого риска. Здесь уже доказано влияние на выживаемость пациентов. Это пациенты с резидуальной опухолью, то есть изначально не окончательно прооперированные, так скажем. Это опухоль при сочетании индуцирующих агрессивное течение мутаций, то есть когда есть и мутации и БРАП. Это пациенты, у которых хотя бы один метастатический лимфоузел более 3 см в наибольшем измерении. Это пациенты с макроскопической экстратиреоидной инвазией, то есть тогда, когда вы ее видите, интератиреоидно. Это широкоинвазивный фолликулярный рак более 4 очагов. Это доказанные отдаленные метастазы. Ну и высокая концентрация тиреоглобулина, характерная для отдаленных метастазов. Высокая концентрация тиреоглобулина, ну, это считается от 200-300 тысяч. То есть когда есть пациенты с большим количеством метастазов в легкие, то там достаточно высокие концентрации тиреоглобулина определяются перед радиотерапией. Здесь радиотерапия достоверно повышает выживаемость, и при наличии отдаленных метастазов лечебные активности увеличиваются вдвое практически, иногда достигают 200 мл. Здесь уже рекомендуется при переносимости физиологической и клинической, то есть как бы при оценке всех факторов риска клинических, здесь рекомендуется проведение обязательно не мягкой супрессивной, а именно супрессивной терапии, то есть теревого уровня тереоглобулина, тереотропного гормона менее 0,1. Итак, если у нас пациент относится к группе низкого риска, то, как правило, радиотерапия сразу же в послеоперационном периоде не назначается. Пациенты, которые попадают хотя бы по одному фактору в группу риска высокого, им сразу же нужно рассмотреть назначение радиотерапии в послеоперационном периоде. А вот пациенты с промежуточной группой риска, у них радиотерапия показана выборочно, и мы с вами сейчас сориентируемся по этому поводу, при комбинации индивидуальных клинических факторов. То есть тогда, когда вы увидите хотя бы сочетание двух факторов, или микроскопическая инвазия, или несколько лимфатических узлов, или мультифокальный патиллярный рак, в сочетании с каким-нибудь агрессивным гистологическим вариантом, то лучше, конечно, наверное, сразу же определиться в тактике ведения пациента и назначить послеоперационный курс радиотерапии. Что же нам делать, если мы с вами сразу же не определились, или результат гистологического исследования получили несколько позднее, например, пациента выписали уже из онкологического диспансера, и он дожидается результата гистологического исследования уже на дому. Либо мы сразу же с вами его стадировали в группу низкого риска или промежуточного, и не приняли решение о проведении радиотерапии. В таком случае рекомендуется через 6-12 недель после проведенного лечения, то есть если вы сразу же были не настроены на проведение, рекомендуется пациента в динамике обследовать. Мы ориентируемся с вами на биохимические показатели, на данные морфологического обследования, то есть это ультразвуковое МРТ, если вы проводили. Лучше, конечно, если вы планируете о том, что, возможно, будет радиотерапия назначена, не проводить КТ с контрастом, то есть как бы использовать какие-то другие визуализирующие методики. Ну и в помощь вам, безусловно, всегда является радионуклидная диагностика, поскольку вот в последней версии рекомендации НССН рекомендовано использование именно 123-го йода для того, чтобы оценить специфическое накопление радионуклида либо в остатке щитовидной железы, либо в микрометастазах на шее. Возможно, радионуклидную диагностику провести и с другим изотопом со 131-м, однако рекомендуем вам как бы на уровне регионов, на уровне региональных онкологических диспансеров все-таки отдать предпочтение диагностическим мероприятиям со 123-м йодом, поскольку у этого йода очень короткий период полураспада 13 часов, у этого изотопа нет так называемого станин-эффекта, то есть фактически сразу же после проведенной диагностики можно запланировать проведение радионуклидной терапии. Здесь несколько примеров у нас будет клинических интересных. Вот пациент, который сразу же после проведенного оперативного лечения относился к группе промежуточного риска и не была назначена радионуклидная терапия. Однако через некоторое время при обследовании у него определялся такое умеренное повышение уровня антител к тиреоглобулину при очень низком уровне стимулированного тиреоглобулина. Пациенту была проведена радионуклидная диагностика со 123-м йодом. Мы видим с вами в области шеи очень активное накопление изотопа. Пациенту было и показано проведение радионуклидной терапии. Это пациент с тиреоглобулином менее 0,1. Смотрите, менее единиц вернее. Такой пациент, который также был изначально прооперирован с папиллярным раком и стадия у него распространения Т1, М0, М0. Совсем как бы пациент однозначно попадает в группу низкого риска с низким стимулированным тиреоглобулином 1,55 нг на миллилитр, с высоким уровнем антител. Из-за персистенции уровня антител ему также была проведена радионуклидная диагностика. Смотрите, с каким активным накоплением в области шеи изотопа. Визуализируется функционирующая тиреоглобулина ткань. Пациенту показана радиотабляция. Более информативной методикой, чем проведение планарной синтеграфии, является проведение аффект КТН. Посмотрите, вот я вернусь к предыдущей картинке. Здесь мы видим с вами результат планарной синтеграфии и просто очаг накопления радиоизотопа в области шеи. Если мы же с вами проводим гибридные исследования, накладываем функциональное накопление изотопа на рентгенологическую визуализацию, то мы с вами можем более объективно оценить, что это накопление радиофармпрепаратом в лимфатическом узле, то есть в микро- или в макро- метастазе, или это резидуальная ткань щитовидной железы, или это вообще, возможно, метастаз даже в костной структуре. Как правило, посттерапевтическое сканирование проводится в интервале от 2 до 10 дней, но стандартное время проведения 3-4 сутки просто после проведения радиотерапии. То есть безусловным преимуществом проведения гибридного исследования является дифференциальная диагностика участков захвата радиофармацевтического препарата. Посмотрите, вот одна картинка с планарной синтеграфией, где есть несколько активно копящих очагов в области шеи. Это могут быть и остатки щитовидной железы, ремнанты. Это могут быть микрометастазы, глипатические узлы. Это же может быть метастазом в тело позвонка, и то же самое может быть метастазом в перечный отросток позвоночника. То есть на планарной синтеграфии это все выглядит одинаково, когда мы с вами делаем гибридные исследования, мы с вами четко визуализируем, где находится остаток, вернее, где находится очаг накопления радиофармацевтического препарата. И, безусловно, это формирует тактику дальнейшую для хирурга-онколога, который далее будет оперировать этот пациент. Таким образом мы готовим пациентов. Но для тех, кто ведет этих пациентов в онкодиспансере рутинно, ежедневно, самым главным способом подготовки – это исключить КТ-исследования с контрастированием. Если же все-таки мы с вами по необходимости клинической провели какие-то исследования с контрастом, то рекомендуется отложить минимум на 4 недели проведения дальнейших лечебных мероприятий. Очень важным условием качественного проведения радионуклидной терапии является максимально высокое повышение, максимально активное повышение териотропного гормона, потому что чем более высокий уровень териотропного гормона, тем активнее захватывается изотоп, и, соответственно, мы можем ожидать наиболее адекватных, хороших результатов лечения. Это мы можем достичь отмены териоидных гормонов. И, как правило, ну, например, в нашей клинике у нас сложилась практика, мы стараемся на 4 недели не отменять гормональные препараты. Обычно пациенты повышают уровень териотропного гормона за 3 недели отмены. То есть и у всех очень хороший уровень повышения ТТГ. Однако есть часть пациентов, особенно это относится к интересующей нас сегодня группе пациентов, которые не радикально прооперированы, то есть возможные радиорефрактерные, им не надо находиться длительный промежуток времени с таким высоким уровнем териотропного гормона. И поэтому при большом объеме остаточной териодной ткани, при нерадикально прооперированном случае, если у пациента есть большое количество отдаленных метастазов, то рекомендуется подготовку пациента к радиотерапии провести с использованием рекомендантного тирогена. Тироген, он сейчас доступен в возможное использование... То есть только единственное, что акцентируем внимание, всем подряд пациентам назначать подготовку к тирогенам не имеет никакого смысла. Подавляющее большинство пациентов спокойно переносят отмену териодных гормонов на 3-4 недели без ярко выраженных явлений гипотериоза. То есть общая часть пациентов хорошо на отмене проводят терапию. И здесь интересный клинический случай. Пациент, который был прооперирован с папиллярным раком, поликулярным вариантом Т4НХМХ, изначально была сделана гемитироидоктомия, потом в результате прогрессирования была проведена вторая повторная гемитироидоктомия и выявлены имплантационные метастазы. И пациенту в связи с прогрессированием проведен первый курс радиотерапии, в результате которого выявлены множественные метастазы в легкие. Смотрите, как они выглядели. Вот эта плонарная сцентография, это каждый метастаз можно посчитать, посмотреть отдельно при проведении АПКТ. Далее пациент получал супрессивную терапию, но супрессивной терапией у пациента сохранялся высокий уровень териоглобулина, персистенция уровня териоглобулина и антител к териоглобулину. И на повторном курсе радиотерапии, к сожалению, этот пациент уже не показал накопление. Несмотря на то, что активность, которая была дана ему лечебной, была большая, то есть это адекватная дозировка для метастазического поражения легких, пациент на втором курсе не накопил радионуклидный препарат. Таким образом, вот у этого пациента на втором курсе радионуклидной терапии очень часто на пятом, шестом, седьмом, восьмом курсе радионуклидной терапии пациента с метастазами легких мы сталкиваемся с проблемой формирования радиоотрефрактерности. Итак, что же относится к радиоотрефрактерности? Какие случаи нужно считать резистентными? Когда мы выявляем один или более очагов ради высоко дифференцированного рака щитовидной железы, которые визуализируются на КТ, МРТ или на ПЭТ, с тордезоксигликозой, и не накапливают терапевтическую активность до тридцать первого йода при условии адекватно выполненной после лечебной сцентографии всего тела, а желательно с использованием аффекта. То есть тогда, когда мы с вами ставим вот этот диагноз радиоотрефрактерности, аффект желательно провести. Доказанное прогрессирование по системе резист в течение 12 месяцев на фоне радиотерапии активностями, которые были проведены в активности на уровне не менее чем 3,7 ГБК или 100 млк. Ну и если пациент продолжает прогрессировать, при суммарной проведенной лечебной активности более 600 млк, если мы с вами говорим о системных единицах, у которых у нас измеряется радиносливый препарат, то это 22 ГБК. Такие же есть возможности пациентов в лечении. Вот количество таких пациентов от 7,5 до 12-15% по данным литературам. Мы проанализировали 1083 курса радиотерапии, из них 14,9% прям попадает вот в эти 15%, у нас оказалось негативных сканов. Но нужно каждому пациенту, который не накопил после радиотерапии радиофарм препарат, нельзя прицепить этот шаблон радиотрефрактерности, потому что часть из них просто очень хорошо прооперированы. Это доказательство отличной работы хирурга-онколога, который оперировал этого пациента. Однако при качественной оценке истории болезни оказывается, что примерно 7,5-10% в нашем случае это было 97 случаев с негативными посттерапевтическими станами, эти пациенты попадают в группу радиотрефрактерности. Что возможно этим пациентам применять? И тогда мы с вами при совместном курировании этих пациентов, то есть мы в рекомендациях пишем о том, что рассмотреть возможность назначения специфических ингибиторов теразин и теназы. У нас на сегодняшний день возможно два препарата назначения, линготениб, серофениб. И по клиническим рекомендациям НССН, линготениб предпочтительно назначается пациентом с радиорефрактерным раком щитовидной железы. Ну и с учетом того, что наши рекомендации в обязательном порядке должны использовать, у нас они обязательны к использованию. Отечественные клинические рекомендации 2020 года по лечению дифференцированного рака щитовидной железы также рекоментируют нам назначение препаратов на выбор или сарафениб или линготениб при неэффективности радиотерапии. Открывая эти рекомендации, мы с вами видим перечисление вот этих вот признаков радиотрефрактерности. Еще раз напоминаю о том, что показания к назначению именно таргетной терапии будут складываться при наблюдении пациента после полученного негативного скана. Кроме того, ну тут нужно как бы вычинять ту группу, которой в перспективе могут быть просто прооперированы, у которых прогрессия, например, состоящая из поражения лимфатических узлов, может быть ликвидирована, так скажем, хирургическим способом. То есть не всем пациентам показано назначение. И, конечно же, решение назначения таргетных препаратов это, скорее всего, коллегиальное решение на консилиуме онкологическом. Ну, наш центр сейчас у нас будет как бы рассказано про наш центр в следующем докладе. В Архангельске у нас отделение достаточно большое. Это 10 активных палат. Здесь мы пациентов лечим с высоко дифференцированной ракошистаидной железы и стереотоксикозом. Остеотропную терапию радионуклидную проводим. У нас очень хорошее оборудование современное. Вот как раз гибридная установка эффекта. Пожалуйста, присылайте к нам пациентов. На этом слайде мы вам показываем контакты. На следующем докладе Зеленкова Мария Васильевна. Еще раз будет продублирован этот слайд и можно к нам обращаться. Спасибо за внимание.